Всем привет! С вами я Алиса и 13 посылка из Америки. В этой коробке собрано очень много новых кукол и сюрпризов. И мне очень хочется их посмотреть, и надеюсь вам тоже. Тем более посылка давненько ждет своего вскрытия. И надо немедля открывать эту большую коробку. Кстати, в 12 посылке ко мне пришла Камиконовская Сидор Вуд в роли марионетки и Фрэнки Штейн Гоуст Бастерс. Кому интересно и кто пропустил это событие, переходите по ссылке. Итак, мы начинаем наше вскрытие. И смотрим, что же там есть. Первый набор – это огромный сет из серии Моу Монстеристес. И это сет с Дракулаурой, Инвизибили, Спектра Вендергейст, Джи Джи Грант и Клодин Бульф. И на мой взгляд, самое удачное – это Джи Джи Грант. Так как на ней одет комбинезон, и у самой куколки очень большие и выразительные глазки. Эта коллекция посвящена прогулке по магазинам. И вот только непонятно, каким образом здесь затесался Инвизибили. Но, видать, он тоже любит покупочки. А что в этом плохого? О, именно эта кукла открывает нашу коллекцию Шрикт Врэкт. И как вы догадались, кто это? Это Дана Трэзер Джонс из коллекции Шрикт Врэкт. Золотистый цвет ей очень подходит. И наряд, само собой, хорош. А эта кокетливая шляпка на голове Даны очень хорошо сочетается с пиратским образом. Главная фишка куклы – это поворот в ее платье. Для того, чтобы сменить черную юбку на голубое платье, надо всего лишь расстегнуть юбку, достать изнутри грудную часть и вывернуть платье наизнанку. Да уж, всего лишь. Недавно в коллекцию «Я люблю моду» добавилась еще одна куколка. Но добавилась она не только в коллекцию Монстр Хайк, но и в мою вообще серию. Итак, эта куколка – Джинни Вист Грант. И этой монстражки «Вайла Фэшн» я вообще не ожидала, если честно, так как ее первый выпуск был комиконовский. А у второго варианта еще очень уж много одежды, в которую входит набор. Три аж комплекта дополнительных. Аутфиты все красивые и удачные, собственно, как кукла. Ну а мы продолжаем смотреть далее. И наконец-то приплыла, приплыла, и приплыла коллекция «Шрикт Врект». На этот раз добавилась еще Рошель Гойл из этой же коллекции. И у Рошель новая печать глаз. Маленькие и аккуратные ее глазки. А на голове шикарное массивное украшение в виде корабля, которого атаковал Кракен или любое другое морское чудовище. Для полного счастья я еще откопала в этой коробке Дракулауру из этой коллекции. Действительно сокровище. И у нее прекрасная шевелюра, и, как обычно, много розового в ее образе. А без этой монстряшки было бы смешно отправляться в морское путешествие. И так, ведь это Лагуна Блю из этой же пиратской коллекции. И, пожалуй, это моя любимица. Во-первых, мне нравится лицо Лагуны после ребута. А во-вторых, у нее классный прикид. На днях во Франции в магазине я увидела этих трех куколок и очень этому обрадовалась. И я даже там сняла видео. Да-да, вот такие вот дела. И я вижу уже маленькие коробочки. С каждым разом все труднее и труднее доставать. Но я попытаюсь. Итак, это серия Welcome to Monster High. Этих кукол я уже тоже видела. Но рада, что они появились у меня теперь. И коллекция под серией называется Dance the Friday Way. Этой серии посвящен мультик Добро пожаловать в Monster High. И в набор к Лео и к Лагуне прилагается по красивой масочке. Этих кукол мне недавно тоже посчастливилось увидеть, но уже в швейцарском аэропорту. И цена на них, обратите внимание, была 70 швейцарских франков. Пам-пам. А швейцарский франк это что-то среднее между долларом и евро. И сейчас будет иверяшная новинка. И сейчас будет иверяшная новинка. Вложу коробку лучше так. Это базовая Jillian Beanstalk. И очаровательная Jillian дополнила мою коллекцию базовых куколок. И это дочь Джека. Кстати, папа Джулиан преподает в школе Ever After. Кукла улыбчивая и милая. Ну а продолжение следует. Итак, следующая куколка это Катерин Демиал из серии Fricked Wrecked. Я знаю, что эта кукла многим нравится. И я тоже не исключение. После перезапуска кукла хуже не стала. А даже наоборот. И вы, наверное, меня спросите, а где Клодин, Гилл и Гулёппа Джеллингтон в этой коллекции? Я вам отвечаю, они плывут к нам и скоро будут. Я надеюсь, это будет очень быстро. Итак, мы начинаем смотреть и копаться в коробке дальше. И мы видим Арии Хантингтон из базовой коллекции. Она мне очень напоминает спектру Вендергейст из-за её волос и такого скинтона. За всё своё недолгое существование эта куколка успела выпуститься аж в трёх вариантах. Это супербюджетная, без шарниров, также пающая куколка и вот эта базовая. Но так как я не собираю кукол без шарниров, то пока что я заказала только эту. Кукла Dance the Fright Away, Welcome to Monster High, Муаника Ди Кей. И стоит сказать, что за короткий свой срок Муаника успела выпуститься аж в трёх вариантах. Впрочем, как и Арии Хантингтон. Правда, все три варианта с шарнирами. Ну, шустры, девчонки, что ещё сказать. В этом образе Муаника более женственная и грациозная. А на щёчках у неё румянец, и ей очень идёт. Так, смотрим дальше. И это Дьюз Гаргон из этой же серии Dance the Fright Away. И последний раз Дьюз выпускался год назад вместе с Клео Ленил из серии Буйорк Буйорк. И у этого варианта ботиночки очень детализированные, и змейки на бок. Также есть ещё маска в наборе. Просто кул. Ну, а дальше Бомбарбия Киркудук. Ну, а если честно, эта кукла для моей мамы. И она специального выпуска. 2000-го года. Очень новогодняя кукла, настоящий новогодний подарок. К ней ещё в набор прилагается такой вот огромный шар, который можно повесить на ёлку. Коллекционная Барби выполнена в золотых тонах. Напишите в комментарии, понравилось ли вам видео и на какую куклу вы ждёте обзор. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. До новых видео! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok